Друзья, всем привет, это Илья, канал Мигрант Медиа. Сегодня мы поговорим о Валерии, это наш клиент, партнер, друг, блогер, который снимает видеоконтент для нас, для своего канала, я американец, иммиграция в деталях, познакомились мы с ним несколько лет назад, но уже вы увиделись в Мексике, тогда это было, по-моему, июль 2018 года, аэропорт Канкун, терминал номер 2, мы записали несколько видеороликов, после этого Валерий добрался с Карлосом до границы, подал на убежище и оказался в Калифорнию, начал снимать, продолжать снимать свой видеоблог, много интересного, также несколько слов о нас, о том, как мы с ним взаимодействовали, с кем сотрудничали в процессе подготовки кейса. После этого Валерий снял очень классный видеоролик, связанный с браслетом на ноге, который ему надели сразу же после того, как выпустили под статус пароли, этот браслет надевают всем, кто не попадает в дотейшн-центр. Валерий очень-очень детально рассказал об этом, это можно посмотреть на нашем канале, вплоть до инструкции, как этим браслетом, девайсом пользоваться. До него никто об этом не рассказывал. После этого Валерий нашел работу, это был мувинг, это была работа, в принципе, очень даже неплохо он там зарабатывал, при этом сделал также очень классный видеоролик, потому что многие люди, которые проходят, подают на убежище в Мексике, оказываются в США без разрешения на работу, без социал-секьюрити номера, нуждаются в работе, так как едут с семьей, нужно обеспечивать свою семью, Валерий тоже большая семья. Вот здесь он оказался в офисе ICE, по вопросу интервью, ну и также возникла идея поменять штат, он запланировал переехать из Калифорнии в другой штат, что в принципе и сделал, то есть поменял место дислокации, после этого уже в другом штате было интервью, где его арестовали, супруга с детьми осталась, Валерий оказывался в детеншн-центре, в одном из самых жестких мест, это Филадельфия, он сделал, по-моему, шесть или семь видеороликов, связанных с этим событием, полностью оповестил нас и своих подписчиков, о том, что там происходит, какая там ситуация, после шести месяцев он вышел, вышел, он выиграл суд в детеншн-центре. Это направление достаточно выигрышное, потому что в Соединенных Штатах Америки 58 иммиграционных судов, 12 судебных округов и 13 апелляционных советов, судебная практика в разных штатах применяется по-разному, это нужно знать, и это нужно использовать. Валерий оказался на свободе, потом были бюрократические проволочки, он ездил в Филадельфию в офис асайлум, для того, чтобы получить заведенный документ, подтверждающий его статус асайлум. На тот момент, несколько месяцев назад, он его не получил, опять же, это связано с проволочками, и вот сегодня он прислал мне эту бумагу, он наконец-то, обладатель статуса асайлум, который приведет его к грин-карте. И мы очень рады, что у него все получилось. Также, я думаю, что информация Валерии, которую он снял, будет полезна тем, кто планирует в ближайшее время эмигрировать через Мексику, кому угрожает опасность, есть притеснение на родине, есть признаки и эпизоды дискриминации. Вы не должны находиться в своей стране, если в том месте, где вы живете, это происходит, у вас есть возможность спокойно подать на убежище в Соединенных Штатах, через Мексику, либо через Гуам, если вы имеете российский паспорт. И мы можем вам в этом помочь, так как мы профессионально занимаемся эмиграцией, уже долгое время, наш канал существует с 2016 года, группа Facebook с 2015 года, мы помогаем людям эмигрировать, сформировать кейс на убежище, перевести, заполнить необходимые формы, также мы курируем людей, которые находятся в Дотешн-центре, которые въехали в Америку через один из штатов, граничивших с Мексикой, всего их четыре, ну а дальше уже кто-то попадает в один штат, кто-то в другой, и в каждом штате есть своя судебная практика, которую нужно применять и которую нужно знать. Вот, и так, ребята, подписывайтесь на наш YouTube канал, также вы можете подписаться и на Валерин канал, я американец, эмиграция в деталях, удачи вам в эмиграции, обращайтесь, всем всего доброго, пока.